Свалки грязи в центре города. Почему они там появились и кто должен их убрать? Наше мнение, что данная свалка, данное складирование грунтов является несанкционированным и незаконным. Конечно, мы были все возмущены, что собственник помещения Джамалудина начал работу и вот без этого согласования. Недовольные соседством. Почему жильцы дома против кафе на первом этаже? Эффект неожиданности может быть любой, потому что у кого-то новая композиция, у кого-то новые элементы, у кого-то новая состава. Готовятся к выступлениям. Кубок области по спортивной акробатике стартовал. Сильные порывы ветра и дожди. В МЧС России по Кировской области объявили метеопредупреждение. Сегодня ночью в регионе ветер усилится до 20 метров в секунду. Отмечу, в ночь с 18 на 19 октября из-за непогоды местами уже оборвало провода и повалило деревья. Например, на улице Красина рядом с 32-й школой упало сразу несколько деревьев, сообщают очевидцы. Причем одно из них на припаркованный автомобиль. В итоге у машины помялся капот и разбилось стекло. Также в Кировэнерго минувшей ночью объявили особый режим работы. Из-за ветра свет пропал в нескольких населенных пунктах Хоричевского, Орловского и Куменского районов, а также в центральной и юго-западной частях Кировской области. Земляные завалы практически в центре города. Кировчане заметили, что на Искожевском переулке образовалась свалка из грунта. Его сюда КАМАЗами привозят сотрудники ресурсоснабжающих компаний. Причем почти каждый день. Почему они это делают, разбиралась Анастасия Шерстнева. Из ковша в грузовик. Но обычно здесь, на Искожевском переулке, происходит обратная ситуация. Грунт не увозят, а привозят. Причем его складируют прямо к обочине, возмущается Сергей Прокошев. Их машиностроительное предприятие находится как раз за этим забором. И добраться до своей работы людям сложно. Мешают земляные завалы. Наше мнение, что данная свалка, данное складирование грунтов является несанкционированным и незаконным. О чем нам, в принципе, и сообщила администрация Октябрьского района в результате запросов на электронную почту и телефонных переговоров. Эти снимки руководство компании отправило в мэрию. На них видно, что землю привозят грузовики Кировской теплоснабжающей компании. Также мужчина отправил письмо и в КТК с просьбой убрать незаконную свалку с муниципальной земли. Но никакой реакции не последовало. Поэтому люди теперь хотят перейти к решительным действиям. Мы будем добиваться окончательно, там по суду, через прокуратуру, как угодно. Вы живете в доме в Кирове? Обязательно. Если у вас порвались сети внутриквартальные, принадлежащие городу, вы что будете делать? Я буду писать в КТК, в город. В прокуратуру, в суды и так далее. Если у вас порвались трубы, мы можем сказать, ребята, у нас некуда вывозить землю. Посидите без тепла. Сами ресурсники не отрицают, что это дело их рук. Но говорят, выбора не было. В администрации города просто не предоставили места для складирования земли. А вывозить грунт из-под раскопок, которых с каждым годом становится все больше, куда-то нужно. Вот этот грунт, для того, чтобы его вывезти, количество, объемы которого растут, нам необходима площадка какая-то в черте города Кирова. И мы неоднократно направляли письма в администрацию города, но, видимо, в территориальное управление, для того, чтобы такую площадку получить. Получали либо отказ, либо вообще не получали ответа. И сейчас выходим из ситуации тем, что складируем на двух своих площадках рядом с промышленными своими площадками. Теперь и представители КТК, и недовольные люди повторно планируют обратиться в мэрию. Они надеются, что двойное обращение заставит властей обратить внимание на проблему. Анастасия Шерстнёва, Даниил Кочкин, Бюро новостей Дайвича. На администрацию города герой нашего следующего сюжета уже не надеются. Планируют решать спорный вопрос собственникам нежилого помещения их дома в суде. Несколько жильцов дома на Карла Маркса 89 против строительства на первом этаже заведения общепита. Владелец будущего ресторана уверяет, опасаться нечего. Мы сегодня выслушали мнение сторон. Работы по превращению бывшего ателья Кировчанка в ресторан начались здесь на Карла Маркса 89 еще в конце прошлого года. С тех пор некоторые местные жители выступают против соседства с заведением общепита. И есть тому несколько причин. Во-первых, само здание, уверены эти жильцы, не предназначено для подобных заведений. Ну так как дом имеет деревянные перекрытия, мы, если честно, опасаемся пожаров. Дом у нас с газовым оборудованием, как видите, газ привозной. Достаточно оборудование все старое. И не согласовываясь с нами делать ресторан, тем более с грилем, тем более с открытым огнем, я думаю, это не совсем правильно. Надо было жильцов хотя бы известить об этом. Во-вторых, и это главная претензия, мнение этих людей, новый собственник нежилого помещения, когда затеял перестройку, не спросил. Из подвала было вывезено огромное количество стройматериалов, и люди забеспокоились, что дом обвалится просто-напросто. Конечно, мы были все возмущены, что собственник помещения начал работу, и вот без этого согласования все мы люди грамотные, понимаем, что это должно быть осуществлено. Кстати, администрация города после проверки самовольной перепланировки в помещении на первом этаже не выявила. Правда, это было еще в феврале. Что сейчас происходит в помещении будущего ресторана, люди не знают. Представитель собственника нежилого помещения говорит обратное. Это полная клевета, потому что у Сидельникова есть на самом деле протокол, в котором указано, никакие несущие стены мы не ломали. То есть, согласно проекту, у нас есть изменения свои личные в нашем помещении, на цокольном и на подвальном помещении. То есть, лично люди приходили, смотрели. То, что мы сделали на базе окон входные группы, столбы, несущие стены у нас составлены. Со слов представительницы собственника нежилого помещения, в доме не раз проводились собрания жильцов. В свою очередь, эти жильцы говорят, что их там не было. И свое добро на переделку общедомового имущества они не давали. И в этом вся суть проблемы, говорят юристы. Собственник какого-то помещения, первого этажа, например, безусловно, может, не спрашивая ничьего согласия, провести перепланировку помещения. Но в том случае, если в результате этой перепланировки каким-то образом будет задействовано общее имущество, даже хотя бы ступенечкой какой-то, то для всех подобного рода действий необходимо единогласное решение всех собственников. Сейчас местные жители планируют отстаивать свои интересы в суде. Будут требовать перевести общедомовые площади в первоначальное состояние. Дмитрий Житарчук, Даниил Кочкин, Бюро новостей, Давича. В стране стало на пятерых граждан больше. Сегодня в торжественной обстановке иностранцы поклялись верности России. Принесение присяги с 1 сентября – обязательные условия для получения российского гражданства. После произнесения торжественных слов человек сразу же становится гражданином Российской Федерации. В Кирове обещание быть преданными новой родине дали уже больше 30 человек. Но в торжественной обстановке, когда на мероприятии были не только родные и друзья, но и руководство областного ОМВД, иностранцы присягали впервые. Сегодня среди них были граждане Армении, Украины, Таджикистана, Азербайджана и один человек без гражданства. Я, Кравченко Юрий Анатольевич, добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации и клянусь. Соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, право и свободы ее граждан. Исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества. Защит свободу незамысленности Российской Федерации и быть верным России. Данная присяга дается иностранным гражданинам о том, что он будет соблюдать законодательство Российской Федерации, будет чтить традиции, культуру Российской Федерации. И из-за нарушения данной присяги иностранный гражданин может быть в дальнейшем решен гражданство Российской Федерации. Сам факт принесения присяги будет настраивать иностранного гражданина на ту важность в его жизни, этап его жизни, который он сейчас проходит. В ближайшие дни в Кочеровском парке начнется установка велопарковок. Об этом рассказал заместитель начальника городского управления благоустройства и транспорта Дмитрий Печенкин. Большая часть велосипедных дорожек уже заасфальтирована, отметил он. Завершить работы сегодня не позволяет погода. Но как только она наладится, рабочие продолжат укладывать асфальт. В настоящее время в Кочеровском парке выполнена система освещения, однако электричество пока не подключено. Сотрудники ГИБДД предупреждают кировчан о необходимости поменять резину с летней на зимнюю. И не забывать при этом о наклейке в виде треугольника с буквой «Ш». Напомню, что по прогнозам синоптиков уже завтра в Кирове может выпасть снег, а температура опустится ниже ноля. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В Кирове утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. В него вошли 1485 объектов. Все они расположены в границах муниципального образования город Киров. И теперь до 1 ноября сотрудники дирекции дорожного хозяйства должны составить паспорт на каждую из дорог. Как отметили в администрации города, это нужно для того, чтобы получить полные данные о каждой дороге, протяженность, параметры, топографические условия, технические характеристики полотна и его состояние. Этой осенью в армию отправится около 400 призывников. Об этом рассказали в администрации города. А сегодня в Ленинском районе Кирова прошел день призывника. Собравшимся продемонстрировали зимний вариант современной солдатской формы. При этом мамы призывников лично оценили качество материалов, а также бытовой набор военнослужащего и сухой паек. Отметили и тех, кто уже вернулся из армии. Лучшим из них вручили почетные грамоты и памятные подарки. 22 октября в 2 часа дня в Центральной городской библиотеке имени Пушкина на Преображенской, 74, состоится Пушкинский бал. Организаторы предлагают гостям погрузиться в атмосферу Петербурга начала 19 века. У зрителей также будет возможность увидеть отрывки из известного фильма Сергея Бондарчука «Война и мир». Узнать об особенностях светского поведения молодых театралов, а также о том, откуда пошло выражение «игра не стоит свеч» и кто такой этот надоевший Онегину Гидла. Сейчас мы ненадолго прервемся. Вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Учатся пользоваться телефонами и планшетами. Пенсионеры хотят идти в ногу со временем. Открыли выставку по многочисленным просьбам. В музее Воснецовых расскажут, как выглядела императорская Россия. Готовятся к выступлениям. Кубок области по спортивной акробатике стартовал. Это «Давича». Мы продолжаем. Обучат новым технологиям. Для пенсионеров открылись специальные курсы, где они смогут научиться пользоваться гаджетами и социальными сетями. Сегодня прошел первый урок. Тем, кто пришел, рассказали о программе занятий и начали знакомить их с тем, как устроены планшеты и телефоны. Стоит отметить, некоторые из учеников пришли уже со своими устройствами. А тем, кто начинает обучение с ноля, организаторы выдали специальные планшеты для занятий. К слову, организаторами этого проекта стали специалисты Пенсионного фонда и представители Союза пенсионеров. Они пояснили, главная цель – не только научить людей пользоваться гаджетами, но и помочь им идти в ногу со временем. Они в дальнейшем будут сами пропагандировать возможность использования мобильных устройств, в том числе для получения государственных услуг. А в этом самая главная задача нас, как Пенсионного фонда – обеспечить старшему поколению возможность, и, как было правильно сказано, социализацию в современном обществе. Уникальная посуда, гравюры и документы царской России представлены на всеобщее обозрение в музее Воснецовых. Там открылась выставка «Императорская Россия. Цари и герои». Экспозиция представлена несколькими разделами от эпохи царя Михаила Федоровича до периода правления Александра II. Узнать об истории правления Романовых можно посредством различных гравюр и картин. Кроме того, на выставке представлены художественное стекло и фарфор второй половины XIX века с имперскими вензелями. Посетители также смогут ознакомиться с перепиской жителей Вятской губернии прошлых веков, в том числе и местных губернаторов. Редкие документы представил областной государственный архив. Мы представили здесь ряд документов, которые посвящены приезду представителей династии в наш город и различным связям. Документов немного, но они уникальные. И чтобы, скажем так, погрузить в атмосферу этой выставки, Вятский художественный музей вышел с предложением провести ряд лекций. Вот одна пройдет сегодня вечером и следующие две 26 октября и 2 ноября вот в рамках Вятского художественного музея. Выберут лучших акробатов. Сегодня в спортивной школе номер один Олимпийского резерва стартовал Кубок региона по спортивной акробатике. Первые выступления начнутся только завтра, 20 октября. Но сегодня участники уже приехали и начали тренировки. Подробности в сюжете. До конкурсного выступления остается немного времени. Поэтому девочки-акробатки стараются использовать его по максимуму. Ведь нужно отработать все элементы и движения. Пока спортсмены тренируются, тренеры внимательно за ними наблюдают. А после разбирают ошибки. Акробатка Зоя Лагунова рассказала, чтобы выполнить правильно все элементы, необходимо долго тренироваться. Это нарабатывается с годами. Понятно, ты как сразу приходишь в зал, ты это не сделаешь. В течение 10 лет мы тренируемся, чтобы показывать потом такие результаты. Результаты тройки, в которую входит Зоя Лагунова, тренера Наталью Каданёву устраивают. Но без рекомендаций и замечаний все равно не обходится. Ведь конкуренция обещает быть жесткой. Выступать будут не только кировские акробаты, но и ребята из Орлова, Котельнича и Слободского. Но Наталья Каданёва поделилась в своих воспитанницах. Она уверена. Готовность хорошая, но эффект неожиданности может быть любой, потому что у кого-то новая композиция, у кого-то новые элементы, у кого-то новые составы. Как девочки смогут собраться и выступить, зависит уже все от них. Первые выступления акробатов пройдут в пятницу. Там участники покажут балансовые упражнения, то есть умение статично и неподвижно выполнять разные элементы. Стоит отметить, соревноваться будут участники в одиночных выступлениях, в групповых, а также в тройках. Кроме того, в составы некоторых команд будут входить и мальчики, и девочки. Это первый старт в учебном году. Ребята опробуют новую программу, которую они подготовили за летом. И по результатам этих соревнований будет сформирована сборная Кировской области по спортивной акробатике в 2018 году. А кто именно войдет в сборную, судьи определят уже 22 октября по итогам всех выступлений. Елена Шарыгина, Илья Акатьев, Бюро новостей Давича. Таким был этот четверг глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей Давича появится на сайте девятка.ру. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами, сообщайте о событиях в редакцию Давича по телефону 38 48 88. На этом у меня все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин